Привет, дорогой зритель! Сегодня мы с тобой побываем на тех улицах, где развивались события, наверное, самым любимым для многих советского детского фильма. Сделаем мы это спустя 35 лет после премьеры данного фильма. Материал я оценил в последних числах марта, когда был проездом в Москве, что также совпало с датой премьеры. Совпадение? Да, совпадение. Также мои съемки совпали с не самым хорошим событием, а именно пандемией, сами понимаете чего, и началом карантина в Москве, что также внесло в съемки определенные корректировки, речь о которых пойдет чуть позже. И раз уж речь зашла о съемке, то материал для видео, который вы сейчас посмотрите, и очень надеюсь, что оцените, был снят мной на только что купленную экшн-камеру, без стабилизатора, так что заранее извиняюсь за возможную тряску изображения. На тот момент об этой особенности камеры я просто не знал. Не знаю, насколько мое видео будет интересно жителям столицы, так как наверняка интересующиеся данной темой уже давным-давно побывали во всех этих местах. А для всех остальных пусть это будет с неким виртуальным путеводителем. При создании данного видео я использовал информацию с сайта romantiki.ru, который предлагает уже готовый маршрут, но без соблюдения хронологии событий фильма. Также я использовал виртуальную гугл-карту, сайт ретрофотографии и информацию различных интернет-пользователей. Ссылки на все использованные материалы в описании к видео. Итак, фильм начинается. Первые кадры фильма сняты недалеко от павильона метро Карапоткинская. Съемка ведется примерно с площади Причистинских ворот. Направление взгляда вдоль Волхонки в сторону Кремля. Так это место выглядит в 2020 году. Справа виден храм Христа Спасителя. На момент съемок фильма на его месте находился открытый бассейн Москва. Точной информации о дальнейшем перемещениях Полины я не нашел, поэтому следующая точка – это место встречи Фима и Коли. Для этого от метро Карапоткинская перемещаемся на полтора километра на пересечении Большой Никитинской и Калашного переулка. В следующем кадре герой переносится на два с лишним километра во второй Волхонский переулок. Перенесемся туда и мы, в метро Цветной бульвар, далее пешком до пересечения Делегатской улицы и второго Волхонского переулка. Вдоль этой стены прошла Полина и свернула в арку. В арке появились железные ворота. Из любопытства зашел в арку, посмотрел двор. В начале второй серии, при кратком пересказе содержания предыдущей, есть момент, который не вошел в первую серию. Здесь Коля Ефима, прячаясь за книгу Майн Рида и шеститомника 1956-1958 года издания, проходит мимо старинного особняка. Когда ученик 6 класса В, 20 московской школы, Коля Герасимов, который шел в магазин за кефиром, встретил своего одноклассника Фиму Королева. Это дом номер 8А. Особняк 18 века. Зайдя в арку, в следующий момент Полина проходит мимо краснокирпичного здания. Тут же за деревом прячутся ребята. Это дом, дом номер 11 по первому Волконскому переулку и прилегающую территорию, более подробно я рассмотрю при разборе пятой серии. Между тем Полина заходит в тот самый дом, в подвале которого находится машина времени. Ребята прячутся за подъездной дверью, обдумывают, что им делать дальше. На сайте ретрофотографии я нашел этот подъезд, но точное местоположение не установлено. Возможно это все тот же дом номер 11, но это не точно. Итак, дом с машиной времени. Его роль исполнил дом номер 8, все в том же втором Волконском переулке. В кадры фильма периодически попадает реальный номер дома. Так дом выглядел за несколько лет до начала съемок фильма. Примерно через год после съемок дом был отремонтирован и стал выглядеть как-то так. Улица и дом даже попадали на картины художников. В 2005 году данный дом вместе с осенним домом под номером 10 были снесены. Так дом выглядел за несколько месяцев до сноса. Ссылка на полное видео в описании. А на месте двух снесенных домов построено новое офисное здание. Интересно, что арка, в которую зашла Полина, находится напротив того места, где еще 15 лет назад и стоял дом с машиной времени. То есть, завернув в арку, в следующем кадре Полина проходит мимо уже упомянутого мной дома номер 11 и заходит в дом с машиной времени. Но, возможно, она путала следы и пыталась избавиться от возможной слежки. Это невероятная история, похожая на сказку. А мы тем временем переносимся в следующее место. Катру Владыкина и пешком до главного входа в главный бетонический сатран. Именно здесь, справа от центрального входа, робот Вертер провожил Колю в прогулку по Москве будущего. Только не задерживайся. Я не буду обесточивать пульт. Вы не волнуйтесь, Вертер. Я мигом. К сожалению, по ранее озвученной причине снять удалось только сквозь решетку входных ворот. На этом первая серия заканчивается. И начинается вторая. Итак, первые латы, а следом за ними и Коля, из космопорта на флипах отправляются в космозо. Однако нам никуда лететь не нужно, поскольку мы и так уже на месте. Все сцены, происходящие в Космозой, сняты там же, в Ботаническом саду. Сады там же, в Ботаническом саду. Коля, а следом Пирата и Алиса перемещаются в 1984 год. А мы снова перемещаемся туда, где начиналась первая серия. Метро Карапоткинская. Коля бежит по осложенке и на пересечении с Первым Обыденским переулком, на момент съемок фильма «Улица Короленко», прячется в молочном магазине. Теперь это салон красоты. Я туда заходить не буду, и так красивый. Через двери магазина открывается вид на пробегающих мин пиратов и сквер. Далее погоня перемещается на Пречистинку. Здесь, примерно от пересечения с Чартрольским переулком, пираты бегут вдоль забора, мимо усадьбы Хрущевых-Селезневых. Здесь должна была быть вставка с Киселёвым, но она уже была. Алиса бежит по противоположной стороне улицы. Здесь Алиса начинает перебегать улицу. Пираты поворачивают направо в Хрущевский переулок. Алису на этом месте сбивает троллейбус. Однако пираты наблюдают за ДТП, стоя опять на Пречистинке, около дома номер 7. Там, где чуть раньше бежала Алиса. На этом заканчивается вторая серия. Третья серия начинается с вида цирка Космы и Дамиана на Моросейке. Метро Китай-Город. Далее мы с вами переносимся на 3,5 километра по прямой в Большой Лёвшинский, надеюсь, правильно поставил удрение, переулок. Это совсем недалеко от того места, где Алиса попала в ДТП. Алиса, сидя на окне больницы, задумчиво глядит вдаль. Роль больницы исполнила бывшая усадьба семьи Собашниковых. В нескольких неофициальных источниках я прочел, что в советское время в этом здании располагался филиал Международного Красного Креста и Городская детская больница номер 15, что отчасти подтверждается фотографией 1996 года. Однако официальной информации мне найти не удалось. Также для меня осталось загадкой, что находится в данном здании в настоящее время. По одной информации, опять же не из официальных источников, рекламное агентство, по другой до сих пор филиал Красного Креста. Справочные ресурсы интернета об организациях, занимающих данное здание, информации не дают. Но вернемся к Алисе. На каком именно окне она сидит, вычислить, к сожалению, не удалось. Следующий эпизод. Побег из больницы. Девчонки вылезли через четвертое справа окно больницы. Побродив по территории, вышли через забор и побежали между корпусом больницы и соседним зданием, которое в данное время является посольством Мексики. В 2020-м забора уже нет. Так выглядит внутренний двор, в который фильм он не вошел. Сюда же следом заехала милицейская машина. Следующий эпизод побега происходит в 200 метрах в Денежном переулке. Девчонки бегут по Денежному переулку мимо бывшей усадьбы поручика Поливанова и поворачивают в Глазовский переулок. Затем снова переносится в Большой Левшинский переулок на противоположную относительно больнице, из которой они недавно сбежали, в сторону улицы и поворачивают в чистый переулок. Девочки в пижамах, остановитесь! Девочки в пижамах, остановитесь! Девочки в пижамах, вы простудитесь! Девочки в пижамах, вы простудитесь! Продолжение следует... На доме сарка еще с момента съемок фильма остался, как напоминание советском прошлом, чугунный флагшток. Девчонки, судя по всему, пробежав через двор и обогнув дом, вновь убегают в Большой Лешинский переулок. И на нем сворочат в Большой Могильцевский переулок. Надеюсь, правильно поставил ударение. Бегут мимо храма Успенни на Могильцах, где встречают гуляющую с собакой Фиму. Меня смутили и, следовательно, дезориентировали три момента. Отсутствие одноэтажного пристроя церкви, вид здания слева от храма и высота забора скверка, где гулял Фима. Ну а спасибо, Яндекс, панорамам. На скриншотах видно, что пристрой исчез где-то между 2011 и 2013 годами. Заборочка тоже меняла свой облик. Еще пять лет назад он выглядел совершенно иначе, чем в 2020 или на момент съемок фильма. То же самое относится и к зданию слева от храма. Еще в 2019 оно выглядело как в фильме. Далее герои бегут в Большой Уласийский переулок. Однако в следующий момент бегут по Большому Могильцевскому переулку в сторону храма. И прибегают к Юлиному подъезду. Гагаринский переулок, дом номер 28. Более подробно про подъезд при разборе четвертой серии. Следующая сцена. Подъезд Коля. Метро Пушкинская или Тверская. Пересечения Спиридуниевского и Богословских переулков. Далее Фима и Коля идут в школу. Что же теперь делать? Два выхода. Или бежать, или рискнуть. А как рискнуть? Ты точно своей фамилии Козлу не говорил? Честное слово. А она тебя в лицо не видела? Не должна была. Значит, сегодня все потеряно. Ты же ведь у нас не один в классе, Коля. Есть еще Садовский, Сулима. Да и как она догадается, что это именно ты? Тебя могут только спасти выдержка и железные нервы. Ты и так думаешь? Даже если они тебя будут пытать. Стой на своем. Не был, не видел, не брал. Понял? Понятно. А может, уедешь? Не могу. Ты же сам знаешь, какое у меня положение по алгебре. А завтра контрольное. Тогда держись. Уже хорошо знакомая станция метро Карапуткинская. Двор дома 23 по Гагаринскому переулку. Это совсем недалеко от Юльного подъезда. Двор дома 24 по Гагаринскому переулку. 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 Также в школу приходит и Алиса. О школе подробнее при разборе 4 серии. На этом заканчивается третья серия и мое видео. Понравилось видео? Поставь лайк. Ждешь продолжения? Подпишись. До встречи в новом видео.